Сегодня у нас вечерний насыщенный макияж с использованием гелевых текстур. Первым и очень важным этапом идет подготовка кожи к макияжу. Для этого мы выбрали продукт дневная сыворотка на основе гиалуроновой кислоты. Тонким слоем ее распределяем на все лицо. Далее идет следующий этап. Нанесение консилера под глаза кистью до эфибры. Распределяем плотненько и мягко растушевываем. Для построения формы мы выбрали гелевую подводку. Начинаем с того, что прорисовываем нижний ресничный ряд, при этом используем кисть натуральную. Мягко растушевываем гель, пока он не засох. Это очень важно. Переходить к построению форм на верхнем веке вы можете только тогда, когда убеждены, что с нижним веком вы отработали целиком и полностью. Наши движения мы делаем параллельными, поэтому отзеркаливаем наш макияж и на втором веке. Для того, чтобы тушевка была максимально мягкой, можем использовать пушистую натуральную кисть. Следующим этапом будет нанесение геля более светлого оттенка. И мы также начнем с нижнего века. Наносим гель параллельно. Слева, затем справа. На верхнее подвижное веко мы наносим светлый гель в качестве подложки. Обязательно важно все границы смягчить. Для этого мы возьмем пушистую кисть и деликатно ею отработаем. Во внутренний угол глаза мы будем наносить кремовую тень. Выбираем более яркий оттенок, для того, чтобы макияж получился более контрастным. Наконец-то переходим к тому, что наш макияж закрепляем тенями. Мы выбрали цвет более теплый и прорабатываем нашу тушевку. Затем выбираем оттенок более глубокий с розоватым потоном и прорабатываем складку века, тем самым формируя нашу тушевку. Этим же оттенком теней мы покрываем полностью подвижные века. Отделяем черным каялом слизистую и используем три чудесных пигмента для акцентов. Более светлый пигмент наносим на нижнее и на верхнее века в зону подготовленной тушевки. Далее берем более насыщенный пигмент и наносим его на центр подвижного века. Отделяем ресничную зону жидкой подводкой, мягко прорисовываем ресничный ряд, но не выводим стрелку как таковую. Возьмем черные тени и сформируем ими глубину глаз. Возьмем немного туши, прорисуем нижние и верхние ресницы. Макияж глаз на данном этапе готов. Возвращаемся к тому, что формируем тон лица. Для этого возьмем средний по плотности тональный крем и плотно набитую кисть. Тщательно прорабатываем полностью все лицо. Ни один вечерний макияж. Не может обойтись без хайлайтера. Поэтому мы его используем обязательно и не только на скулу. Прорабатываем спинку носика, над верхней губой, немного на подбородок, на скулу и немного на центр лба. В обязательном порядке оформим брови. Для этого мы взяли гелевую подводку для бровей и скошенную синтетическую кисть. Легкими штричками прорисовали бровь. Для макияжа губ мы выбрали устойчивый тин. Тщательно растушевываем. Фиксируем макияж и наслаждаемся. Фиксируем макияж и наслаждаемся.